Служить готовы. Торжественная отправка срочников Бурятии. Главное за день. Школьник взял кредит на маму, пьяный водитель сбил детей. Бурятия теряет население. Володельцы собак могут обратиться на городскую ветеринарную станцию и провести совершенно бесплатно стерилизацию своей собаки. 500 нападений собак с начала года. Как уменьшить агрессивность животных? Я так долго ждала этой встречи, чтобы побыть с вами наедине. Ведущего АТВ увели из семьи. Как прошел четвертьфинал Кубка КВН? Одна большая семья. В Улан-Удэ прошел чемпионат среди лиц с ОВЗ. Семьи с богатой историей, с богатыми культурными традициями. Лучшие семьи выбрали в Бурятии. Кто поборется за звание «семья года»? Улан-Удэ охватил запах фекалий. Вы смотрите новости на АТВ в студии Дарья Белева. Здравствуйте. Зловой не ощутили даже жители сороковых кварталов. Если раньше «аромат» чувствовали только люди со стеколки и центра Улан-Удэ, то сейчас вонь распространилась по всему городу. Скорее всего, смрад доносится из правобережных очистных сооружений. Сейчас там вовсю идет масштабная реконструкция и очистка карт. Воль от очистных ужасная. Вы издеваетесь над жителями микрорайона? Жители вынуждены обращаться в надзорные органы и прокуратуру из-за несоблюдения чистоты воздуха и постоянной травли с запахами фекалий с очистных сооружений. Поставленное оборудование соответствует всем современным технологиям очистки и дегазации. Контракт на проведение реконструкции заключен 30 июля 2022 года. Стоимость проекта более 15 миллиардов рублей. Переноса сроков исполнения не было. Ответов по поводу Вони и как долго ее осталось терпеть власти не дали. ТГК-14 в своем репертуаре. Жители почти 40 многоквартирных домов все еще остаются без горячей воды. По графику, благо цивилизации должны были вернуть 13 мая. Однако сегодня, спустя два дня ожидания, в ТГК-14 сообщили – сроки сдвигают. Причина тому – повреждения, которые обнаружили во время испытаний теплосетей. Напомню, на прошлых выходных фонтан кипятка забил на улице Жердева. Не выдержал трубопровод тепломагистрали номер 6. Дома, подключенные к ней, сейчас и остаются без горячего водоснабжения. В настоящее время на некоторых участках теплосетей специалисты энергокомпании продолжают работы по устранению порывов, образовавшихся после опрессовки трубопроводов. На сегодня неподключенными к горячему водоснабжению остаются еще 37 многоквартирных домов. Это дома по улицам Жердева, Ключевская, Бабушкина, Боевая, Столбовая, Павлова, Цивилева и Комсомольская. Исправить ситуацию в ТГК пообещали в течение пяти дней. То есть, людям, возможно, придется сидеть без горячей воды аж до 20 мая. Напомню, жители всего советского района остались без горячей воды до конца лета. Это связано с реконструкцией теплосетей. Уходят мальчиками, а вернутся настоящими мужчинами. Сегодня в республиканском военкомате проводили в армию весенних срочников. Готовы ли они стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы, узнал Антон Симонов. 15 мая. Эту дату 80 молодых парней запомнят как минимум на один год, потому что именно сегодня начинается их срочная служба в вооруженных силах Российской Федерации. Очень важный этап в вашей жизни. Вы становитесь защитниками Отечества. Как и ваши старшие братья, отцы, деды, я уверен, что вы не посрамите их честь. Кто хочет в армию, у кого нет уже какого-то дальнейшего развития и так далее, то не думайте об этом, просто идите. Да, вот так. Ну, я думаю, кто-нибудь последует этому примеру. И хотел бы передать привет родителям, родственникам всем, бабушкам, дедушкам и братику-младшему. Я на проводинах вообще плакала. Потом, когда в военкомат увезли, я еще полдороги в машине плакала. Он этого не знает, конечно, чтобы не волновался. Но очень переживаю. Ну, надеемся. Он у меня один. Я горжусь им. Сынок. Жена, ребенок ждут. Ребенка 7 месяцев. Вячеслав назвали. Ну, переживаешь, что остались? Ну, есть немного, но они с мамой все в порядке будут. Думаю, будет покажется тяжело. Ну, а со временем привыкнул. Нормально будет. Сам решил пойти. Да, он сам решил. Взял академ в институте и пошел служить в армии. В основном граждане будут распределены все по восточному военному округу, но есть и западные команды. Ну, судя по разговорам с ребятами, у них нет никакого волнения. Все знают, куда идут. В принципе, ребята готовы. Всего за весеннюю призывную кампанию в Бурятии на срочную службу отправятся около тысячи молодых ребят. Пожелаем им стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения воинской службы. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ. О других событиях последних суток в Бурятии расскажет Александр Зуев в главном за день. Начнем со сводки ДТП. За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 30 аварий. Есть пострадавшие. Один резонансный случай произошел в Улан-Удэ вчера в 8 часов вечера. Пьяный водитель на Ниссане сбил школьников на мопеде. 12-летнего мальчика с переломом голеностопа доставили в больницу. В результате составлено два протокола. Один на нетрезвого автомобилиста, другой на маму ребенка, который управлял мопедом. Из-за сигареты чуть не сгорел жилой дом сегодня утром в Иволгинском районе. На место прибыли пожарные. Было сильное задымление, но открытого источника огня не наблюдалось. Как выяснилось позже, все это время в квартире тлел матрас. Ни в коем случае не курите в постели и вблизи с легковоспламеняющимися предметами. Особенно в состоянии алкогольного опьянения. При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону 101 или 112. В результате 61-летняя женщина госпитализирована с легким отравлением угарным газом. Накануне в Улан-Удэ оцепили театральную площадь. Людей эвакуировали. Экстренные службы тут же прибыли на место, где обнаружили подозрительную сумку. Как оказалось, никакого взрывного устройства внутри не было, только вещи владельца. Сейчас его личность устанавливают. Я играл в игру. В ней я решил купить тебе немного доната. Для этого я решил отправить денег мошенникам. В итоге геймер задонатил 600 тысяч рублей. Во внутриигровом чате 12-летний школьник узнал о бесплатной раздаче виртуального золота. Мальчик написал автору сообщение. Для того, чтобы обогатиться в игре, достаточно было сообщить коды из СМС. Когда ребенок понял, что оформил кредит на свою маму, испугался и удалил переписку. В итоге женщина узнала об этом из уведомлений на почте. Полицейские Бурятия призывают граждан выстраивать доверительный диалог со своими детьми, проведите профилактическую беседу с несовершеннолетними и объясните, что никогда никому не сообщают персональные данные, логины, пароли и СМС-коды. Закончим свежей статистикой. Бурятия продолжает лететь в демографическую яму. За первые два месяца этого года в республике умерли 2129 человек. При этом появились на свет лишь 1511. Также уменьшилось и количество семей. Зарегистрировали брак всего 629 пар, а подали на развод 906. Зато увеличились объемы строительства. По данным РИА-рейтинг, на одного человека в среднем приходится почти 23 квадратных метра. Всего за 2023 год в Бурятии стало на 469 тысяч квадратных метров больше жилых помещений. В итоге республика расположилась на 68-й строчке рейтинга. На 9% вырос спрос на персонал. Больше всего сотрудников требуется в сфере безопасности, сельского хозяйства, спорта и красоты, а также добычи сырья и производства. Менее востребованными стали профессии, связанные с продажами, с менеджментом, со страхованием и юридическими услугами. При этом выросла ли оплата труда, не уточняется. С начала этого года собаки покусали почти 500 человек по всей Бурятии. И это только официальные цифры. Чаще всего нападают вовсе не бродячие животные, а домашние на самовыгуле. Чтобы понизить агрессивность собак и избежать нежелательного потомства, в 8 районах республики и в Улан-Удэ стартовала льготная стерилизация. Будет заниматься стоимость только за расходный материал, стоимость препарата наркотического, а также какие-то перевязочные материалы. На территории города Улан-Удэ продолжаются акции по бесплатной стерилизации владельческих собак. В связи с этим жители города Улан-Удэ, владельцы собак могут обратиться на городскую ветеринарную станцию и провести совершенно бесплатно стерилизацию своей собаки. Для получения подробной информации о местах проведения стерилизации в районах, переходите по QR-коду на экране. Чтобы записаться на прием в Улан-Удэ, вы можете обратиться по адресу улицы Зои Космодемьянской, 12 или по телефону 18-00-31. Напомню, штрафы за самовыгул собак от 3 до 5 тысяч рублей. Сейчас короткая реклама. Вот что вы увидите в следующей части выпуска. Ведущего АТВ увели из семьи. Как прошел четвертьфинал Кубка КВН? Одна большая семья. В Улан-Удэ прошел чемпионат среди лиц с ОВЗ. Семьи с богатой историей, с богатыми культурными традициями. Лучшие семьи выбрали в Бурятии. Кто поборется за звание «Семья года»? Покупай в Абсолюте выгодно. Творог Эко Милк всего за 102,99. Абсолют. Гарант низких цен. Новинка в Абсолюте. Говядина тушеная всего за 135,99. Абсолют. Гарант низких цен. Продолжаем выпуск. Нашего ведущего Намжила Коновалова увели из семьи. Но не подумайте лишнего. Это всего лишь часть одного из номеров прошедшей игры Республиканской лиги КВН. Семь команд из разных районов Бурятии и Монголии поборолись за звание лучших юмористов. Кто победил и как попытались увезти Намжила смотрите в следующем сюжете. Я так долго ждала этой встречи, чтобы побыть с вами наедине. Никогда не знаешь, где застанет тебе вечер. А какие же вы, парнички-то, непростые! Друзья, всем привет. Мы за кулисами ДК «Рассвет». Как вы могли уже догадаться, здесь сегодня КВН. Как мне подсказали, одна восьмая. Участвуют семь команд, две из которых сегодня вылетят. Вот ребятки уже готовятся вовсю. КВН – это большая возможность побороться со своими страхами и внутренними комплексами. В целом это большой трамплин для чего-то большего. И здесь очень ребята, юмористы проходят большую школу. Мне приятно, что я сижу в составе жюри с очень такими, ну, я не мрявыми, я ведусь, с такими уважаемыми людьми. Классная руководительница меня позвала, говорит, да, Баня, хочешь сыграть КВН? Я там и... Я говорю, ну, давайте попробуем. Это была тогда школьная лига. Никогда не была на Бурятском КВН. Да, и вот здесь оказалось, вообще ничего не ожидая, но на самом деле мне очень понравилась команда из ЖД. Можно вас пригласить на танец? Я так долго ждала этой встречи, чтобы побыть с вами наедине. Блин, извините, но уже... Да вас, замени меня! Я ставлю оценку 4 ребят Бурятский квартал. Ну, потому что ребята хорошо вышли, раскачали. Чуть не хватило, конечно, не дожали. В общем, когда смотришь все команды, и в конце уже становится понятно, кто максимум, кто пятерка, кто четверка, кто тройка. Идет третий этап. Пока что лидирует команда УДА. И, кстати, сейчас на сцене выступают со своим музыкальным номером команда из Монголии. Это гости. Именно они позволили этому конкурсу называться международным. Ну, вот, пока что так. Лидерство в последний момент перехватила команда братья. Они припасли козырь. Бадму, Ханду, Аюшееву. Ну, мы просто были уверены, что музыкальный номер у нас очень хороший. И то, что у нас есть возможность всех порвать. Следующий этап мы прошли, получается, в полуфинал. Или в финал. Честно, уже не знаю. В финал, да, может быть. Или полуфинал. Ну, там, короче, я не знаю. Мы прошли в полуфинал. Я ожидал, что здесь будет суперкринж. Здесь будет вообще такое себе. Но я вот так поначалу подхихикивал. Думал, ну ладно, я буду себя сдерживать. Ну, что, я совсем, что ли? Еще с КВН смеяться. Я говорила, что нет, это круто. А завтра мы будем с Кириллом доказывать Илье, что КВН – это классно. Поэтому, друзья, приходите. Давай сразу в могилу. Кирилл Мешков. С вами были Кирилл Мешков. Мариам Восканян. Телекомпания. Сарюна Назатова. Сарюна Назатова. Телекомпания АТВ. Отсутствие конечностей и другие проблемы с опорно-двигательным аппаратом – не помеха для героев следующего сюжета. Эти люди, несмотря на инвалидность, живут полной жизнью. В Улан-Удэ прошел чемпионат республики по дисциплинам спорта лиц спода. Подробности далее. 10 команд, 125 участников и 6 дисциплин. От шашек и шахмат вплоть до армрестлинга. Давай, ребята, не тяните. Ваши парни. В этом году Дандок стал звездой борьбы на руках. Без особых тренировок перед чемпионатом. При этом армрестлингом он начал заниматься случайно. С гурта только в деревню выехал. Они меня увидели, сразу пригласили. Я деревню первое место взял, они давали меня таскать. Раньше-то третье, второе, третье, второе место брал. А сейчас одно и рука первая, другое и второе. Сам удивился. География участников широка. Четыре команды представляют Улан-Удэ. Еще шесть приехали из районов Бурятии. Спортсменов объединяют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Подобные соревнования, они в первую очередь, конечно, проводят массовость. Люди с ограниченными возможностями занимались спортом. Но и второе, это как бы цель, это спорт лучших достижений. Среди участников оказался и наш старый знакомый. В этом году Максим решил себе не изменять свои силы. Он попробует в настольном теннисе и дартсе. Главную идею таких соревнований он раскрыл чуточку иначе. Для него это не только раскрытие потенциала. Ну и возможность встретиться с другими со сменами, знакомыми. И вообще это все сближает, помогает не впасть в депрессию, в трудности. И вообще вся спортивная команда, они как одна большая семья. Пять пар из Бурятии поборются за звание самых-самых на конкурсе «Семья года». Ежегодно наши земляки входят в число финалистов в различных номинациях. Этот год не исключение. Кто прошел федеральный этап, узнаете далее. Я люблю заниматься спортом, гулять на улице, рисовать и лепить пластилину. А еще очень люблю свою семью. Вас приветствует дружная семья Ивановых. Бабушка, папа и мама, братья и сестры мои. Расскажем всем, какие дружные мы. Это видео-визитки участников конкурса «Семья года». Из 53 поданных заявок отобрали лишь 15. А на сегодняшней комиссии нужно выбрать всего 5. Они-то и будут представлять Бурятию на федеральном этапе. Хочу сказать, что все семьи достойны. И у нас с вами непростая задача сегодня выбрать из каждой номинации, вот из каждой вы представили по три самые лучшие номинации, а нам нужно из трех выбрать одну. Конкурс организовало Министерство труда и соцзащиты. И проводится он в рамках празднования «Года семьи» в России. Всего пять номинаций. Молодая, сельская, золотая, многодетная семьи и семья-хранитель традиций. Подано 8 заявок от разных районов. Это разные семьи, это все сельские семьи, друженики села нашего. В комиссии отобраны три семьи. Эти все три семьи очень активны. Участники разных всероссийских соревнований, конкурсов. Семьи с богатой историей, с богатыми культурными традициями. По номинации «Молодая семья» поступило 9 заявок от семей, от разных муниципальных образований. При просмотре вообще представлений, материалов, наблюдаешь за единством семьи, за их общением внутри. Кто-то очень творчески подходит, снимает целые мини-сериалы. А вот и победители регионального этапа. Бадмаевы выдвигаются в номинации «Золотая семья». Вместе супруги уже 57 лет. За звание молодой семьи поборются Ивановы из Акинского района. Читу с Купченко из Кабанского района выбрали в номинации «Сельская семья». Еще одним финалистом стала многодетная семья Хуригановых. Охранителями традиций выбрали Тарнуевых из Киженги. 8 июля состоится их награждение. А уже осенью мы узнаем, одержали ли земляки победу на конкурсе. Дарья Белева, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Далее мой коллега расскажет об еще одном интересном событии в Улан-Удэ. А я на этом прощаюсь. Следите за АТВ в соцсетях. Напомним, мы есть в Телеграме, ВКонтакте и на Ютубе. С вами была Дарья Белева. До встречи в эфире. А вы уже успели посетить новый мебельный зал в Альхоне? Сюда переехали знакомые и любимые горожанам бренды из гвоздя. Например, кухни и кухоньки, шатура, арматек, дом в спальне, кучина и другие. Пожалуй, это мебельный зал с самым удобным расположением. Не надо кататься по промзонам, доехать легко на любом транспорте. Здесь всегда большой выбор разной мебели. Много акций, скидок и хороших предложений. Можно посмотреть, сравнить и приобрести все необходимое. От кухонь и диванов до подушек. Больше никуда ехать не придется. Находятся они на третьем этаже ТЦ «Альхон» на улице Сахьяновой. Именно тут 18 мая уже в эту субботу пройдет ярмарка «Ремонт близко». Она поможет тем, кто планирует купить мебель, начать ремонт или только купил квартиру и вообще не знает, с чего начать. Все желающие смогут получить бесплатную консультацию от экспертов по ремонту, интерьерному дизайну и другим смежным сферам. Вы познакомитесь с дизайнерами интерьеров, специалистами по ремонту, декору и мебели. Примите участие в мастер-классах, зададите интересующие вопросы, а также получите от них бонусы и подарки. Один из участников ярмарки – это школа дизайна Марины Сазоновой. Марины Анатольевны – один из сильнейших экспертов города. Она президент регионального отделения «Союза дизайнеров России». На ярмарке вы сможете стать участником мастер-класса от школы дизайна в формате экскурсии. Вы узнаете о мебельных трендах, на чем можно экономить, а на чем не стоит. Как правильно спланировать кухню, какой диван купить для отдыха, а какой для сна. Среди тех, кто совершит любую покупку, 18 мая будет разыграно 100 тысяч рублей на покупку мебели. И еще раз, когда? 18 мая. Во сколько? С 12 до 18 часов. Где? В ТЦ «Альхон», третий этаж, мебельный зал, мебель рядом. Возрастное ограничение – 0+. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи салат витаминный и получи второй в подарок. Абсолют. Гарант низких цен. Покупай в Абсолюте выгодно. Молоко концентрированное всего за 56,99. Абсолют. Гарант низких цен. Вашему ребенку нужны очки? В «Оптике ССС» большой выбор оправ, которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и веселые для любознательных и активных детей. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю «Оптику ССС». Улан-Удэ Стальмост приглашает на работу электросварщиков, машинистов мостового крана, наладчиков оборудования, мастеров цеха, инженеров-конструкторов. Мы гарантируем официальное трудоустройство, социальный пакет, служебный транспорт в трех направлениях, дополнительное страхование от несчастных случаев, стабильная выплата заработной платы. Звоните 505-505-105. Добавочный 105. Добавочный транспорт в трех направлениях,